9-го числа били у нас договор, кто где стояли. А вот месяц пройдет, и ты этих людей забираешь и скажешь, они террористы. Какие террористы сделают? Побои продолжались 7 дней. 7 дней, каждые 2 часа, как будто по графику. За что выдержали наши ребята? Они ничем не виноваты. Субтитры создавал DimaTorzok У меня 2 сына, вот старший попал на плен. Звали старшего на пастух, 15 дней, уже война окончила. Ну, просто там смотрит каждый свою территорию. Ну, 13-го числа звонили, и после этого они были у нас связаны. Под утром узнали, что они попали на плен. Там других поста тоже стояли ребята. Они там же видели, как это попалось, как это случилось. Но они тоже были на окружении, эти ребята. Вошли оттуда. Или русские пришли, их помогали. А вот этих, которые забрали, в это время уже не успели русские попасть туда, с ней поговорить, что не заберите. Уже оттуда их забрали в Баку. Уже оттуда их забрали в Баку. Ну, первое видео, могу сказать, что похудел. Ну, еле-еле разговаривает. Привет передаю всех, и все. Со мной нормально. Ну, на втором видео тоже так. Ну, ничего не говорит. Они ничего не могут написать. Здравствуй, моя очень любимая и дорогая семья. Письма получил и очень обрадовался, что у вас все хорошо. У меня все в порядке, дорогие мои. Пап Джан, не падай духом. Мам Джан, умру за твою жизнь. Моя дорогая мамочка. Хорошо следи за собой, ни на секунду не теряй надежды. Дорогая моя семья, скучаю по всем. Совсем мало осталось до моего возвращения. Люблю вас и целую, моя дорогая семья. Побои продолжались семь дней. Семь дней, каждые два часа, как будто по графику. Четыре дня в военной полиции, потом отвезли в отделение КГБ. Каждый день нас допрашивали и снова били, но уже сильнее, чем в военной полиции. А уже 29 октября нас отвезли в тюрьму, и пока везли, били особенно жестко. Всем, что было. Палками, дубинками. А в суды вас возили? Нет, только следователи КГБ нам говорили, будем вас судить, посадим на 25 лет. Мы спрашивали, за что? Мы просто военнопленные. А сейчас я смотрю и понимаю, что они легко могли нас записать в военные преступники. Если война закончится, ну месяц, как говорят, пройдет, всех должно вернуться. А это сейчас не можем, это бизнес. Как это, карту дай, даю. Азербайджанцы любят этот бизнес. Уже год будет скоро. В сентябре до сих пор, вот, каждый, который находится в военнопленной, их родители нигде не работают. То день Ереван встречат, с этим договорятся, то это президенту встречат. Хотя бы найти слова, чтобы вернуться в наши военные плены. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok